Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и с обновлением 10.3 вышла новая ветка польских средних танков. И в целом вся ветка меня в большинстве своем порадовала. Немножко меня огорчили танки на 5 уровне и на 7, и не до конца я допонял CS59, который на 9 уровне находится. Но если брать в общем, то веткам довольно-таки приятная и, я бы сказал, комфортная. Да, картонная, но к этому привыкаешь. Ну и понятное дело, что все ставят перед собой вопрос, а стоит ли качать CS63, гнаться за этой десяткой, и в этом видео я попытаюсь ответить на данный вопрос. Давайте сразу обозначим, что я не являюсь киберспортсменом, я не являюсь статистом, я среднестатистический игрок, как большинство из вас. Если у вас процент побед более 60%, то навряд ли мое видео будет для вас прям сильно интересным. Ну, по крайней мере, можете посмотреть, как играют обычные игроки, а не богом помазанные. Ну, а если вы играете с процентом побед в районе 50-53%, то тогда это видео однозначно для вас, и по моему видео я больше, чем уверен, вы сможете принять решение, идти по данной ветке вверх или нет. Что с собой представляет CS63? Это крайне картонная машина, и по большому счету, я бы сказал, что она больше легкий танк, нежели средний. Но согласитесь, с такой броней средним танком быть очень сложно. Здесь действительно нет брони абсолютно нигде спереди, пробивают абсолютно спокойно, выцеливать не надо, он прям весь светится серым. Что касается башни, может быть где-то когда-то какой-то рандомный рикошет от хорошей приведенной брони прям в самых краях вот здесь вот по башенке. Если говорить о лбе башни, то понятное дело, что на 10 уровне даже 220 приведенки, которые здесь можно найти, явно никого не удивят и не станут для кого-либо помехой, чтобы вас пробить. Короче говоря, машина будет требовать от вас крайне аккуратной игры. Но кто сказал, что данную машину нельзя использовать где-нибудь на дальних расстояниях, да и плюс к тому, ребят, у нее очень хорошая скорострельность. Мне лично понравилось действительно очень сильно данное орудие. Оно чем-то напоминает орудие Е50М и оно практически схоже во всем. Во всем, кроме скорости полета снаряда. Если вдруг скорость полета снаряда вы хотите улучшить, то вы можете поставить себе соответствующее оборудование и практически догнать Е50М. Который отстает от нашего героя всего лишь на 3 мм пробития, которое в бою вообще неощутимо. Я специально поиграл на Е50М две каточки для того, чтобы прочувствовать уровень бронепробития и поиграл на ЦС-63. Честно, не увидел вообще никаких отличий в отношении уровня бронепробиваемости и для меня что та пушка, что та пушка одинаково комфортная. Единственное, что стоит отметить, что данная машина обладает, хоть и презентовали ее как супер подвижную, меньшей подвижностью, нежели Е50М. У него 56 км, тогда когда у Е50 60 км, но это при движении вперед. Если мы говорим о движении назад, то у нашего героя существенно в этом отношении все лучше. 23 км действительно ощутимо лучше, чем 20 и назад откатываться, ну действительно приятно. Что касается процента побед, его пока нет, просто потому что нормального процента побед еще игроки не набили. Всего лишь 134 игрока, это статистика за последнее время. И понятное дело, она будет меняться и здесь 60% не будет. Вот эти вот 134 игрока, это всякого рода тестеры, либо те ребята, которые открыли себе машину за свободку, для того, чтобы поснимать видео на своих каналах, либо играли на пресс-аккаунтах. Поэтому 60% это нереальная цифра. Я думаю, что реальная цифра будет в районе 52%, в принципе, как у большинства машин на этом уровне. Вполне нормальная играбельная тачка и каких-то там претензий особых, кроме уровня бронированности, у меня к ней вообще нет. Я играл на данной машине еще тогда, когда она тестировалась и хотелось бы сказать отдельное спасибо разработчикам за то, что они не сильно ее изменили. По крайней мере, каких-то ощутимых изменений я для себя не увидел. Что касается орудием, которое заценим сейчас по техническим характеристикам, а дальше прыгнем в бой и там будем играться на C63, для того, чтобы понять, стоит ли ее прокачивать. Что касается времени сведения и разброса, очень комфортно, очень удобно и вообще никаких нарицаний в отношении данных показателей у меня нет. Они действительно совпадают с тем, что заявлено. Ну, то есть, бывает такое, что заявленная цифра хорошая, а играется крайне плохо. А бывает такое, что наоборот, цифра пугающая, а играешь вроде бы приятно и комфортно. Что касается урона в минуту, с учетом того, что у нас перезарядка всего лишь 6 секунд, с учетом установленного оборудования, с учетом амуниции, мы имеем классный ДПМ в 3322 единицы, с учетом того, что за каждый выстрел накидываем по 340. Ну, понятное дело, что, как обычно, хотелось бы немножко лучше, хотелось бы, чтобы было здесь, допустим, там 350 или 360, но если приловчиться, то и этой цифры вам будет более чем достаточно, чтобы получать удовольствие от боев. Что касается бронепробития, вот они, 248, и если вдруг чего, ребят, лично мое мнение, не стоит ставить себе калиброванные снаряды, потому что вы потеряете в скорости перезарядка, именно в этом фишка данной машины, а вы играете не так уж и много в отношении добавочного по пробитию. 12 мм, будет 260 мм пробития, да, понятное дело, что будут больше серым светиться многие машины на уровне, но в то же время, ребят, если вдруг вам не хватает бронепробития, поверьте, проще зарядить 1 или 2 раза себе голдовый снаряд, да, заплатить серебра, но это не фармер, это машина для удовольствия. И будет вам счастье, 290 мм больше, чем достаточно, чтобы играть на 9 уровне, с учетом того, что вы не ПТ-ха какая-нибудь там с мега пробитием, которое требует этого, а обычный средний танк. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 8 и в бою действительно в край удобно, действительно можно с холмиков, с горочек нормально, не вывешиваясь полностью на весь холм, выцеливать того, кто снизу. В общем, машина, в принципе, получилась комфортная, мало живучая, но интересная. Что касается снаряжения, я бы рекомендовал вам поставить себе вот эти вот вольфрамовые сердечники, на своем тесте на прямой трансляции я пытался провернуть фишку одновременного нажатия на адреналин и на вольфрамовые сердечники, так, чтобы за отведенные 20 секунд действия вольфрамовых сердечников успевать откинуть 3 снаряда. Занятия, я бы сказал, не сильно интересные, не сильно приятные, да и в принципе бездарные, потому что нажать несколько клавиш, после этого успеть сделать 3 выстрела ровно за 20 секунд, никуда не отвлекаясь, это действительно очень сложно. Но, ребят, дополнительных в среднем 15% к урону, я бы сказал, что неплохо и часто помогает добирать кого-то, у кого немножечко больше хпшки, нежели ваш средний урон. Ну, на каких-то там, допустим, 15-20 единиц. Действительно, неплохо способствует в боях. Ну что, давайте попытаемся выкатить из ангара и попробуем данную машину затестить, ну и реализовать. Ну что, поехали, давайте будем посмотреть. В отношении движения абсолютно нормально едет, да, немножечко уступает легкому танку, но, как вы видите, опережает средний танк ВЗМ-121. Стоит также отметить, что, несмотря на то, что и тот, и другой танк являются средними танками, у ВЗХ действительно есть броня хотя бы в башне. У этого малыша брони нет, к этому необходимо быть готовым, ни в коем случае первым не лезть на передовую. Ну и теперь давайте будем заценивать угол склонения орудия. Вот он, пожалуйста. Он действительно классный, он действительно удобный, я никуда не вылазил. Единственное, что, как я сказал, в броне, ой, господи, в башне брони абсолютно нет. И даже вот здесь вот рядом с маской орудия, там где, как правило, у всех танков самые крепкие места, здесь, ребят, этих мест крепких нет и пробивается абсолютно спокойно и, я бы сказал, уверенно всеми соперниками. Что касается точности. Ну вот она, точность на дальних расстояниях. Можно бить белки в глаз, можно выцеливать чуть ли не в пиксель. И в этом фишка данной машины. Разработчики правду сказали по поводу того, что данную машину можно использовать в двух вариациях путем установки соответствующего оборудования. И это действительно так, ребят. Если вы поставите себе... Простите, отвлекся. Если вы поставите себе оборудование таким образом, чтобы максимально оптимизировать показатели, способствующей игре на дальних расстояниях, данная машина превращается в такого себе снайпера, просто дикого, дикого зверя, который на дальних расстояниях разбирает всех, кого не лень. Давайте попытаемся тортойса повыцеливать. Но тут велика, велика все-таки горка. Не настолько здесь крутые углы склонения, но, ребят, идеальных машин, по-моему, у нас в игре нет. И рассчитывать на то, что это будет прям идеал, не стоит. Ну вот, сведение, вот. Снаряд летит реально туда, куда тебе надо. Не буду никуда отходить, просто потому что пытаюсь затестить машину. На вот этом расстоянии абсолютно спокойно я выцеливаю комбашню. Сейчас немножечко пойдем в размен по одной простой причине, потому что он-то меня точно не вынесет, а я его вынесу однозначно. И вот, ребят, что делают вольфрамовые сердечники. Это действительно, действительно очень круто. Также круто то, что для вольфрамовых сердечников, как вы видите, рядом с прицелом выставлена специальная шкала, которая показывает вам, сколько времени еще будет длиться время работы этих сердечников, которые, ну, я бы сказал, действительно круто помогают в бою. По голдовым снарядам. Вот когда не хватает пробития, то, что я говорил, проще зарядить голдовый снаряд и голдовым снарядом пробить серую зону у того же самого ИСа-7, нежели поднимать себе пробитие путем установки калиброванных снарядов. Так, нам надо немножко отваливать. Жаль, адреналина нет. Сейчас можно было бы уже накинуть. Но, в принципе, это не есть помеха. Машина, как я говорил, перезаряжается очень бодро, очень быстро. Ну и стоит отметить, что все это, ребят, без адреналина, а только благодаря вот тому времени перезарядки, которое изначально есть на орудии, когда вы устанавливаете соответствующее оборудование и есть соответствующая амуниция. Так, давайте немножечко попытаюсь поиграть, немножечко попытаюсь помолчать. Но уж больно хочется мне все-таки добить этот бой своей победой. Так, ну и что? Не очень приятная ситуация. С другой стороны, ПТ-ха не сильно подвижная, поэтому давайте попытаемся хитростью его взять. Как видите, откатывается назад очень бодро, очень классно. Это то, о чем я говорил, что дополнительные, дополнительные... Ах! Блин! Успел загуслить, но все-таки он довернулся. Обидно. Очень обидно. Мог быть сейчас четвертый фраг. Ничего не буду вырезать. Не считаю, что это поражение, прям такое, которое постыдное и которое никому ни в коем случае показывать нельзя. Для победы я сделал все необходимое. То, что сейчас немножко не повезло, может я там немножко психанул, быканул, можно было откатиться, уехать куда-нибудь подальше. Не ругайте. Не ругайте, я не специально. Действительно пытался победить. 3640 единиц урона. Ребят, три сделанных фрага. И это первый попавшийся бой без каких-либо постанов и без каких-либо нарезок. Как вы видите, первое место в команде по урону. Меня даже два раза лайканули. Единственное, что мне поставили дисс. Я так понимаю, что парень очень-очень сильно обиделся. Из-за того, что он сделал целых 1855 урона и благополучно слился. И я не принес ему победу. Я думаю, что в таком случае мы можем вполне спокойно ему отомстить. Отправим ему уточку. Дисс ставить ему не буду. В конце концов, какого-то неприличного, некультурного поведения в бою не было. Обязательно хочу похвалить ребят из нашей команды противоположной. Классно отыграли, молодцы. Ну а ПТ-ха заслуженно и честно. 5 фрагов, плюс меня добрал. Это действительно было красиво и действительно было достойно. Вот такая вот машина. Качать или нет, ребят, понятное дело определяться вам. Я могу лишь сказать от себя следующее. После того, как я играл на данной машине во время теста. После того, как я потестировал данную машину, пользуясь своим пресс-аккаунтом вчера на прямой трансляции. Тестируя и эту тачку, и в принципе всю эту ветку. Я для себя принял решение в отношении того, что у себя на основном аккаунте. Я эту ветку открою и заберу себе в ангар CS63. Что я в принципе вечером благополучно и сделал, добавив к прохождению данной ветки в районе полумиллиона свободного опыта. Но я об этом абсолютно не жалею. Потому что машина действительно интересная, действительно годная. И стоит только привыкнуть к ее картонности. Дальше она будет приносить исключительно позитивные эмоции. Я не согласен с теми ютюберами, которые считают, что это неудачная ветка. И что эта десятка не стоит внимания. Что она не оправдала ожиданий. Да, возможно, если бы разработчики немножечко добавили ей живучести в виде дополнительной брони хотя бы спереди или хотя бы в башне, машина была бы еще ярче. Но в целом она и так довольно хороша. Если вы со мной согласны или не согласны, обязательно пишите об этом в комментариях. Потому что ваше мнение будут читать другие зрители, которые пытаются принять решение. Стоит ли страдать, потеть и играть в этой ветке для того, чтобы добраться до CS63. Побежал снимать специально для вас. Ну а вы, друзья мои, если за честность обзоров, за честное мнение по поводу всего, что происходит в этой игре. И если вы готовы поддержать канал в его развитии, потому что считаете его полезным. Сразу, прямо сейчас подписывайтесь на канал. Давайте будем дружить. Спасибо вам большое за благовременно. Огромное спасибо за просмотр. Мира вам. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...